Это полицейские, это отряд полиции специального назначения, так называемый позывной кордон. Это спецподразделения, которые используются для патрулирования при задержании опасных преступников, рецидивистов, разгонников. Они вооружены автоматическим оружием. Они полицейские, они имеют весь комплекс прав обязанности полицейского. Но естественно, как и любой другой полицейский, если у вас возникли сомнения в его личности, он обязан по вашему требованию. Предъявить свое служебное удостоверение, представиться. Я просто понимаю, что их привлекают, как хранят все. Они работают точечно, просто их немного. Их на Киев несколько определенных количеств экипажей, они задействованы точечно. Но это отряд полиции особого назначения, который существует при главном управлении нацполиции города Киева. Они еще иногда краба выберут. Они не занимаются обеспечением безопасности дорожного движения, то есть они не вправе вынести на водителя, например, постановление. Вопрос не в постановлении, а там что-то там. Возможно, остановка, допустим, идет ориентировка, угнали автомобиль. По угону, например. Или ориентировка, разбойное нападение. Вы ехали на оранжевере черного цвета. Или вот случай был, часто приходят ориентировки. Вот был в Сахивской Борщиковке, может быть, вчера вы слышали случай. То есть пару семей, ну все там благополучно закончилось, просто затолкали в машину и увезли. Тоже иногда проходит там случай, там ребенка силой посадили в машину и увезли. Объявляется план перехвата. То есть все силы на это бросаются, естественно, что похожие машины будут отрабатываться. Питание, когда вы просите, вас остановят по ориентировке, ну, меня остановили по ориентировке. Кажешь, какая самая ориентировка, чтобы он озвучил. Им осно озвучивать ориентировку, или им скидают что-то конкретное? Может быть разная ситуация, потому что ориентирование, оно может быть, как в виде факсограмы. Но, например, представьте себе ситуацию, вы патрульные, вы патрулюете, и вам приходит информация, что пять минут назад в соседнем районе был угнан автомобиль, Volkswagen, например, какой-то. А может по ориентировке перейдем. Воно не дойде по ориентировке, а по телефону. Тому не в усіх випадках може бути технічно. Если полицейский начинает плутаться, какая самая ориентировка, что делать? То я вважаю, что это незаконная остановка, а он говорит, что это по ориентировке. Может вы написать скарбу? Это по-перше. По-друге, если вы напишите скарбу, если мы переведемо проверку, если ориентирование справедливо было, мы вам надамо подтверждение этого. Кроме того, ну, тут, это моя особистая думка, да, в принципе, тут еще, возможно, момент правосведомости. Вы знаете, если, я так скажу, моя особистая думка, если водяя зупиняют в связи, например, с наявностью ориентирования про угон, ну, общество также должно помогать полиции. То есть, вы должны понимать, что это в интересах всех. Иногда доводится, певным чином, обмеживать интересы конкретно индивида, потому что есть общественное благо. Ну, мы этого никогда не делаем. У меня общие вопросы. Вернемся к началу. Чем вызвана недостаток 650 сотрудников в городе Киев? Второй вопрос. Есть ли какая-то группа депутатов или один депутат, например, Верховной Рады, как Антон Ярашенко, который продвигает ваши законодательные инициативы? И третий вопрос. Кто запускает патрульную полицию и вообще полицию в городах? И почему некоторые депутаты, например, говорят, что они имеют к этому отношение? Имеют ли депутаты к запуску полиции в отдельных городах Украины? Ну, дело в том, что по вопросу первому, по 600 дефицита, недостатка 650 людей нет. То есть, а почему объявили именно 650, тут доложили определенный запас? Дело в том, что почему, скажем так, прошел год, кто-то уволился. Это нормально, потому что с любой работы человек через год, через какое-то время может уйти. Это рынок труда. То есть, тут я к этому спокойно отношусь. Кому-то мы помогли уволиться. От отдельных, скажем так, наших коллег, мы будем с ними прощаться. Плюс, в частности, по городу Киеву недостаток возник за счет чего? Киев был первым, активно запускались другие города. Очень многие те, кто был в Киеве, перевелись в другие города. Вот одна из причин. По депутатам. Есть ряд депутатов, которые своими законодательными инициативами помогают изменениям в Коап. Это не только Антон Герасченко, он действительно автор многих инициатив. Это и Мустафа Наемб, да, там некоторые другие. Вот, в частности, автором законопроекта по внесению изменений в Коап по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Вот.